Пусть страданий Христа Пусть страданий Христа Пусть страданий Христа Пусть страданий Христа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Некогда пророк Исайя, Божий пророк, Господь ему открыл и он написал, много он написал в своей книге об Иисусе Христе. Он написал о страданиях, о рождении его, он получил, Исайя, пророк получил от Господа этого, и он написал. И вот в 53 главе здесь написаны такие слова, 11-12 стих. Вот такие слова некогда, еще далеко до рождения Иисуса Христа. Господь открывает и говорит именно уже о великом подвиге, подвиге, который совершит Сын Его Иисус Христос. И сегодня мы вспоминаем, сегодня мы говорим, сегодня, как мы поем один салом, что зайдем на Голгофу, мой брат, зайдем. И вот что мы там побачим, побачим вот на Голгофе, когда мы зайдем, там наш Спаситель, там распятый Сын Божий, который страдал, умирал за мой грех, за то, чтобы я сегодня мог называться Его дитям, Его чадом. И поэтому пусть Господь благословит наши мышления, рассуждения наши, чтобы мы, как апостол Павел говорит, помыслите, помыслите о ком, о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. Вот наши мысли, наше ущество, оно должно быть направлено туда, на Голгофу, чтобы нам посмотреть на того, который был распят, на того, который взял грех мой, для того, чтобы нам не ослабить. Не ослабить. Знаете, братья и сестры, Священное Писание вот указывает, вот в этом месте говорить, когда мы взираем на Него, на Спасителя, мы имеем помощь, особую помощь, для того, чтобы нам не изнемочь вот этой жизни, в этом мире, для того, чтобы нам пройти. Вирая именно на нашего Спасителя Иисуса Христа, который в настоящее время, Он находится во славе Отца Небесного. Я читал, вот здесь Исайя, где говорит именно о том, что Он получил от Отца Небесного. И вот я еще прочитаю, здесь несколько стихов из Евангелия от Луки, это будет, у нас 22 глава, написано так об Иисусе Христе. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его». Когда был взят Иисус Христос, Он знал, Он знал, Он предупредил учеников, Он знал, что вот, говорит, приближается, уже приближается именно тот народ, приближается тот, который предаст Его в руки этого народа. И вот люди эти, написано здесь, держали, когда взяли Его, держали Иисуса, ругались над Ним и били Его. Вот множество, множество этих людей, которые окружили, которыми был взят Иисус Христос, они насмехались, ругали и били Иисуса Христа. И написано дальше так, «И закрывши Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его про реки, кто ударил тебя, и много иных хуленей произносили против Него». Вот так поступили с Иисусом Христом. Спасите, вот эти люди, я прочитал немного, вот несколько стихов, вот повествования, что Священное Писание говорит, что делалось, что делалось. Очень многое считать, много делалось над Иисусом Христом для того, чтобы поругаться над Ним, бить. И вот здесь насмешка такая, закрыли Его, били, скажи, скажи, вот как мы говорим, скажи, угадай, кто ударил тебя? И били Иисуса Христа и насмехались над Сыном Божиим, не зная, что это Тот, Который пришел их спасти, это Тот, Который дает спасение миру, это Тот, Который является Творцом их. Они так поступали над Иисусом Христом. И здесь дальше вот написаны такие слова уже в 23 главе, 23 ниже стихом написано. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Когда насмехались, насмеясь над Иисусом Христом, вот делали, били, ругались, сказано, и вот пришли. Пришли они на место, которое называется Лобное место. Это то место, там, где был распят Сын Божий Иисус Христос. Там были с Ним, здесь я читал, злодеи, которые оповещали, тоже были казненные, одно по правую, другое по левую сторону, Иисуса Христа. Иисус Христос, здесь говорится в Писании уже на том месте, Иисус Христос уже на кресте. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос и избранный Божий». И вот так народ насмехался, даже, если сказал, начальники. Кто это были, эти начальники? Если мы читаем, то там присутствуют те, которые держали закон Божий в своих руках. И вот эти начальствующие, вот эти первосвященники, вот эти священники, они ругались. Они тоже, подобно, как весь народ, вот нашмехались, нашмехались над Иисусом Христом. И говорили вот такие слова, «Спасал других». Спасал других, вот. Пусть спасет себя самого, если Он Христос и избранный Божий. Вот такие нашмешки, такие поругания были от этих людей. Все это совершалось, все это было перенесено нашим Господом Иисусом Христом. Это вот такая великая цена, цена, когда Творец, Творец Его, Господь, он смотрит на это. И совершает молитву пред Своим Отцом. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Прости им, Отче». Это молитва, молитва Сына Божия пред Отцом Небесным. И дальше написано так. «Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Ще есть царь иудейский». Вот такая надпись, вот такой суд, вот такие насмешки, вот такие поругания, такие издевательства были над Сыном Божиим, над нашим Спасителем. И поэтому мы сегодня, вот вспоминаем, сегодня об этом, я напомню, апостол Павел говорит, помыслите, помыслите о том, который претерпел, о том, который принял это все. Сегодня особый наш день, сегодня особое наше время для того, чтобы нам помыслить, порассуждать о нашем Спасителе, о нашем Господе, потому что сегодня вот этот день для нас. Я также еще буду читать некоторые места священного Писания, и мы будем совершать молитву. Мы будем просить благословения у Господа, дабы Господь благословил этот хлеб. Приготовленный хлеб благословил Господь, потому что Иисус Христос дал вот такой пример. И апостол Павел говорит, что я вот самого Господа этого принял. Вот так делал сам Господь Иисус Христос. Вот так, по примеру этому, и мы будем совершать. Но я хотел бы напомнить вот такое Слово Божие, которое записано в Послании Крымляна, в 6 главе, 4 стих. Написано так. «Итак мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить обновленной жизни». Вот такие слова апостол Павел говорит именно о том, говоря, когда мы это проповедуем, читаем, особенно во время крещения водного, когда мы погружаемся, когда мы умираем. Умираем вместе с Иисусом Христом. И вот здесь говорит апостол Павел, итак, мы погреблись с Ним крещением смерти. Мы погреблись. И ниже написано здесь в этой книге, «Ибо умерший освободился от греха». Умерший. Тот человек, который умер вместе со Христом, умер для этой жизни. Я не буду здесь читать больше, но которое указывает именно, что мы погреблись с Ним. Мы умерли, а восстали для новой жизни, жизни в Господе нашем Иисусе Христе. И поэтому сегодня мы имеем эту возможность вспоминать, говорить об Иисусе Христе, который является нашим Спасителем и Отцом. Я читаю слова, которые я уже напомню, 11 глава 1-го послания Коринфяна. Вот в 23-й стих написаны такие слова. Апостол Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Вот эти слова апостол Павел говорит, что «я это принял от самого Господа, и он передал это для нас, передал, сегодня мы это можем слушать и принимать». Он взял хлеб, он взял хлеб, подобно вот просто этот хлеб взял, и я читаю, что он возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». «Сие есть тело мое». Иисус Христос после благодарения, после молитвы, Он говорит не как о простом хлебе, но говорит как о теле своем, что это есть мое тело, и говорит, что «примите, сие». И поэтому в настоящее время мы тоже, как здесь написано, мы будем совершать, совершать молитву за хлеб, просить благословения, дабы Господь благословил этот хлеб, дабы нам принять его, как тело Господа нашего Иисуса Христа. Итак, встаем и молимся.